Четвертый международный фестиваль визуальных искусств финно-угорских народов Туевиш в эти дни проходит в столице Коми. В конкурсную программу вошли фильмы и фотоработы авторов 13 регионов России, а также из Финляндии, Эстонии и Белоруссии. В этот раз наибольшую активность проявили наши земляки. Из Коми в отборочный тур поступило 46 заявок. Посмотреть работы может любой желающий и абсолютно бесплатно. Показы проходят в Центре культурных инициатив ЮГОР. Анастасия Тюрнина продолжит. Не успел завершиться в Сыктывкаре кинофестиваль «Сталкер», как свои двери открыл уже новый Туевиш, что в переводе с Коми «Перекресток». В республике он проходит раз в два года и на сей раз, по словам организаторов, стал настоящим этнографическим праздником. В трехдневной программе – показы фильмов, выставки, мастер-классы. Значительно повысился уровень представленных работ. Мы проводили очень жесткий отбор, если честно говорить, из 140 с лишним работ. В конкурсе участвуют немного более 20, в отличие от, допустим, прошлого фестиваля, где было 35 работ. Потому что мы считаем, что мы должны выходить на новый уровень. И Туевиш, он незавидимо признан, этот наш фестиваль, этот наш проект, признан лучшим проектом российско-финляндского сотрудничества в этом году. Короткометражный, документальный, игровой, анимационный фильмы, социальный ролик и музыкальный клип, этнографическое кино – это номинации фестиваля. В каждой определяют победителя. Александра Мяхамова из Бурятии по специальности юрист. На местном телевидении она готовит правовую программу. На Туевиш приехала со своей отдушиной, добрым фильмом, знакомство о вепсах. После того, как мы снимали очень-очень много тяжелых фильмов, то есть о краже, убийстве, изнасиловании и прочее, захотелось снимать и параллельно что-то красивое. Поэтому вот в течение года мы уже с профессиональными режиссерами, которые мне помогают, и с телевидением, и с Академией культуры, мы снимаем, ну как бы цикл рождается уже о нашей Бурятии. Фильм Александра Пивкина тоже о финно-угорской родне, о коме-людях, проживающих в Пермском крае. По словам автора, фестиваль Туевиш дает возможность открыть новые таланты визуального искусства. А тем, кто этим творчеством занимается не первый год, найти своего зрителя. В Финляндии очень часто проводятся такие фестивали. Люди их ждут с нетерпением и на просмотры ходят активно. Нам тоже необходимо развивать эту традицию, культуру просмотра фильмов, чтобы было кому их снимать и кому смотреть. Организаторов радует, что интерес к Туевишу растет. Таких международных фестивалей в России немного. Кстати, следующий год в коме тоже обещают быть кинофестивальным. В Сыктывкаре планируют провести Дни китайского кино, фестиваль кинолетописи. Возможно, ретроспектива лучших правовых фильмов «Сталкера» уже в третий раз тоже пройдет в нашем регионе. Анастасия Тюрина, Вячеслав Беспалов, телеканал Юрган.